и так всем привет сегодня так надо чуть понизить сегодня продолжаем уроки по sdl вот пишу я об с к и чтобы вы слышали фоновый звук потому что сегодня сегодня урок звук у нас будет ну и как бы я тут кое-что сделал кое-что сделал тут не просто звука здесь сейчас видите меню вот такой есть вот надеюсь звук вам слышит и в этом меню есть даже настройки ну это разрешение экрана пока еще ни к чему не применяется но типа должно применяться и есть уровень звука можно высадить дайте к я поставлю уровень звука 100 так сейчас посмотрим оба скопишет это или не пишет а ну-ка а ну-ка да все нормально вот то есть звуковые эффекты и на примере вот такого вот меню то есть сразу скажу ну здесь я думаю еще слышите фоновую музыку вот есть эффекты вот я нажимаю кнопки вверх и есть еще фоновая музыка сразу скажу по поводу меню меню здесь сделано совсем не так как я делал раньше у меня там других есть лекциях есть примеры меню и и она не такое то есть тут нить каких не не надо ничего писать мол можно и по-другому сделать да конечно же можно сделать все по-другому я это делаю просто посмотреть а что из этого выйдет вот соответственно меня здесь в этом примере не то что соответственно в этом примере мне нет никаких наследований и всего такого вот я сейчас просто вкратце расскажу как это работает и соответственно посмотрим на то как использовать звуковые эффекты чтобы использовать звуковые эффекты нужна библиотека sdl 2 миксер то есть для шрифтов нужна sdl 2 ttf для картинок sdl 2 image для самого sdl конечно же просто sdl 2 а вот для звука для музыки звуковых эффектов sdl 2 миксер то есть это первым делом подключаем sdl 2 миксер линку библиотеку ну а дальше ну а дальше давайте я вам сейчас вкратце покажу как и чего у меня состоит моя программа эта программа то есть мне есть какой-то некий sdl engine движок а ну так эти исходники вы можете найти в репозитории понятное дело и и и не забудьте не забудьте вот сюда туда куда собирается вот сюда скопировать на папочку ресурсы с фонс и звуки так так вот так вот у меня есть такой sdl движок что в нем есть ну в нем особо 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 такого многого нету здесь есть здесь есть создание то есть инициализация sdl дальше 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 инициализация шрифтов инициализация картинок и вот у нас как бы инициализация нашего нашего звукового движка то есть sdl движка вот sdl mix music есть так где-то 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 а вот sdl миксер 2 0 соответственно здесь мы можем найти информацию по этому скачать новые библиотеки и что-то еще так как где у нас mix open аудио а вот вот функция mix open аудио непосредственно инициализирует миксер api то есть эта функция должна быть вызвана перед остальными вызовами функций и вот здесь указано sdl должна быть инициализирована с таким вот параметром то есть мы инициализируем видео и еще sdl и нет аудио потом инициализируем потом вызываем функцию mix open аудио что это означает какие тут параметры ну первое это частота дискретизации им как бы улазе улазе в 18 уроке написано что 44 и 100 это стандартная частота которая работает на большинство системах вот ну и короче это нормально самая нормальная самая оптимальная частота соответственно мы с такой часто и инициализируем дальше 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 где у нас давайте это закроем второе второй параметр второй параметр здесь стоит микс дефолт формат но на самом деле это у нас вот устанавливается аудио с 16 lsb аудио с 16 слб это вот 16 битный сэмплы ну то есть информация звуки содержится не в одном байте а в двух байтах вот-вот-вот ну если в так вкратце дальше третий параметр третий параметр количество каналов а вот мы можем установить количество каналов то есть два для стерео и день для моно вот ну и дальше у нас чанг сайс чанг сайс 2048 ну это байта то есть чанг это насколько я понимаю в данном случае это некий такой кусок длиной в два килобайта который как бы формируется и отправляется на проигрывание наверное короче короче я сделал так как у лази и все все вполне нормально проигрывается дальше после того как у меня все инициализируется я загружаю аудио аудио я загружаю вот для старта игры но у меня один и тот же звук вот для смены и тема то есть когда стрелочками перемещаюсь у меня вот есть вау файл дальше для входа в какой-то и там у меня тоже самый звук то есть я здесь особо и пока не заморачивался не было времени дальше если меню буду покидать то тоже какой-то звук и вот у меня есть еще звук для смены уровня звука ну вы слышали да когда я выбираю там 50 60 процентов вот у меня здесь до особый звук все эти звуки где-то скачал в открытой библиотеке звуковой поэтому 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 дальше и вот у меня музыка музыка это фоновая музыка сейчас мы к ней подойдем то есть то есть то есть издель движок что у меня делает он у меня инициализирует все то что нужно и дальше дальше загружает аудио аудио я загружаю с помощью двух функций микс лот вау и микс лот музы что это такое давайте микс ло от балл то есть это используется в основном для загрузки каких-то эффектов можно загрузить вот такие форматы ваев а и фриф о г г и вог файлы вот 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 ну здесь акцентируется внимание на то что нужно вызвать sdl open аудио перед вызовом этой функции так sdl open аудио но они перепутали микс open аудио вот то есть возвращается указатель на некую структуру mix чанг микс чанг микс чанг давайте может быть я быстро перейду что комикс чанг но микс чанг это уровень звука и и какая-то еще информация не разбирал потому что мне это сейчас не нужно так вот у лази написано что микс лод вал ну лучше использовать не то что лучше а просто использовать для для эффектов а вот для для фоновой музыки вообще для музыки лучше использовать микс лод муз давайте посмотрим на функцию микс лод муз микс лод муз загружает музыку для использования и могут быть использованы такие форматы в мода миди о г г м п 3 флаг и другие другие какие-то вот если вы используете внешние для проигрывания мы вы должны вызвать микс сет music cmd передать человек такое не знаю у меня в принципе работает и так музыка я загружаю ну и соответственно здесь у нас формат немного другой здесь для звуковых эффектов микс чанг для музыки mix music и mix music структура вроде бы поболее она где-то где-то спрятана и ее не найдешь ну ладно вот это что касается загрузки музыку мы загрузили дальше дальше что дальше нужно делать для проигрывания для проигрывания непосредственно музыки надо использовать вот такие вот такие давайте так для проигрывания звуковых эффектов есть mix play channel что это такое mix play channel но первый параметр то есть он он проигрывает вот тот загруженный звуковой эффект mix play channel где-то тут а почему ну-ка сейчас я попробую найти а вот 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 сейчас откроем справку так вот mix play channel играет ну какой-нибудь эффект да загруженный нам то есть мы мы что-то загрузили вот у нас мы храним указатель и передаем микс play channel первый параметр если это минус 1 то будь будь будет проигрываться по всем каналам если минус 1 либо же мы можем указать номер канала данном случае указал минус 1 чтобы играла по всем каналам дальше непосредственно что нам нужно играть и дальше нолик что такое нолик нолик это означает что проиграть один раз можно же указать сколько циклов да если мы укажем к примеру единичку то этот звуковой эффект проиграется два раза подряд если же 2 то три раза подряд вот если же минус 1 то типа бесконечно будет проигрываться но в в в вот здесь я посмотрел что это около 65 тысяч проигрывание ну можно сказать бесконечно можно сказать вот такое для проигрывания эффекта используя микс play channel для проигрывания музыки музыки где у нас вот она play menu background music используется функция микс play music и в микс play music мы передаем что мы передаем передаем непосредственно то что нужно играть второй параметр второй параметр здесь точно также количество циклов ну повторов да в данном случае стоит минус один то есть играть бесконечно то есть фоновая музыка она проиграется потом опять начнет играться дальше почему музыку да ну в чем отличие насколько я увидел отличие на звуковых эффектов и музыка и музыки в том что принципе музыку можно запаузить то есть вот здесь у меня например когда когда я захожу в меню настройки там аудер ну аудио уровня или разрешение экрана я музыку ставлю на паузу и как вы видите здесь на паузу ставится то что играется то здесь не ну нельзя в принципе указать что поставить на паузу соответственно 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 а звуковые эффекты непосредственно от микс play channel я не нашел как можно запаузить то есть соответственно это видимо такие короткие звуковые эффекты вот но единственный вариант запаузить это наверное освободить ресурс да там когда у нас будет destroy то вот типа вот такого mix free chunk или что-нибудь такое вот но соответственно дать звуковых эффектов нужно вызывать функцию mix free chunk для зву музыки mix free music вот так так вот музыку можно поставить на паузу можно остановить остановить таким способом mix halt music то есть я так понял это просто наглухо останавливая вот дальше что еще есть интересного здесь еще есть много разных интересных функций но 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 я по всем не разбирался но есть еще вот смотрите можно установить звук уровень звука непосредственно для звукового эффекта дальше можно непосредственно установить уровень звука для канала конкретного либо для всех каналов и непосредственно можно установить уровень звука для музыки в целом вот то есть я думаю вы уже поняли музыка это нечто отдельное которое играется А чанки, микс чанк, их может быть много. Для каждого можно установить уровень звука. И можно для каждого канала установить для этих чанков. Звук. Уровень от 0 до 128. 0 звука нет, 128 максимальный. Если вы сюда передадите больше, чем 128, то будет установлено 128. Если передадите меньше, чем 0, то будет установлено 0. Вот. Соответственно, это все я делаю. Вот. Вот. Здесь. Когда я клацаю правую кнопку или левую, что я делаю? Я, 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 если я нахожусь на аудио, ну, выбранный сейчас у нас уровень звука, то я устанавливаю следующий уровень, да, вот, устанавливаю звук set audio volume и проигрываю звуковой эффект. Вот set audio volume. То есть вот я устанавливаю один и тот же уровень для чанков, для звуковых эффектов и для музыки точно так же устанавливаю один и тот же уровень. Вот. Потому что надо, ну, я думаю, вы поняли, и для чанков, и для музыки устанавливать. Дальше. Давайте вкратце, как все-таки устроена у меня, у меня, у меня эта программа. То есть есть run, есть основной цикл, да, ну, и есть основная функция. В ней я вызываю, то есть у меня SD engine, это singleton, в котором все инициализируется, загружается моя музыка. Дальше вот это, по-хорошему, здесь я должен загрузиться с сохраненного файла и установить, к примеру, разрешение экрана, и т.д. и т.п. И т.д. и т.п. Или же это все делать... Не, скорее всего, это все надо делать, загрузку всех этих вещей непосредственно при инициализации SDL движка, вот, чтобы создать окно с нужным разрешением, ну, это такое. Дальше у меня такой бесконечный цикл, m is run. И дальше я вызываю три функции, handleM events, process и draw. В handleEvents я обрабатываю то, что мне нужно обрабатывать, в данном случае, если SK будет нажато, то закончится все. Дальше, если нажаты были клавиши вниз-вверх, то я вызываю функцию handleKeyboardEvent. Соответственно, если там по мышке надо что-то обрабатывать, тут будут пробрасываться события мышки. Смотрим, handleKeyboardEvent. HandleKeyboardEvent, я смотрю, что сейчас у меня за текущий режим. Потому что у меня есть, может быть, режим меню и режим main. Что за main, это, наверное, game будет или что-то такое. Короче, пока я в режиме меню, я вызываю функцию, в которой обрабатываю эти события. Перейдем сюда. Вот здесь, то есть обработка событий и нажатие клавиш для меню. Здесь я вызываю у объекта меню, вызываю функцию handleKeyboardEvent. И, соответственно, туда передаю. Соответственно, что такое меню? Меню у меня, ну вот то, что вы видите, меню это вот этот уровень. У меню есть подменю, такие как настройки, к примеру, в которых я там что-то меняю, какое-то разрешение, уровень звука и т.д. То есть меню у меня состоит из eNama, то есть текущий выбранный, ну как бы выбранный, но еще не окончательно выбранный. То есть мы, когда перемещаем клавиши, то есть подсвеченный может быть Start, Settings, After, Выход, но когда мы нажимаем Enter, то мы тогда непосредственно туда будем переходить. Так вот, так вот, меню состоит самое, у меня есть перечисление, ну и, соответственно, есть функции Draw, Process и HandleKeyboard. Так вот, когда приходит HandleKeyboard с уровня выше, да, то я смотрю, это High Level. High Level это имеется в виду, что сейчас рисуется верхний уровень, то есть вот этот. Если это High Level, то я обрабатываю клавиши. Я смотрю, если клавиша вниз, то я увеличиваю вот текущий, то есть текущий уровень, ну текущее значение может быть Start. Значит, из старта я сделаю Settings, потом если я опять вниз нажал, из Settings, Author и так далее и тому подобное. Вот, то есть меняю текущий уровень. Оператор плюс-плюс у меня перегружен. И в этом операторе, соответственно, вот я делаю правильные переходы. Вот, дальше, после каждого нажатия вниз-вверх, я проигрываю звуковой эффект. Если же я нажимаю Enter, то я смотрю, на каком текущем меню, ну, item, да, стоит выбор. Если это Start, то я вызываю функцию проигрывания старта и возвожу всякие флажки в том, что был старт игры. Но этот флажок больше всего нужен для вот этого уровня, на уровне Application, потому что если Handle Keyboard, и если после Handle Keyboard я проверю меню, это мы выходим из меню, или если меню было выбрано Start игры, то, соответственно, на следующем этапе у меня будет обрабатываться вот-вот это. То есть я здесь переключусь на основной, ну, режим игры, да. Вот, но пока это не работает. Работает Settings. Вот, смотрите, High Level я устанавливаю False, это означает, что уже все, значит, зашел в подменю. Проигрываю, а, останавливаю фоновую музыку. Дальше проигрываю звук для входа в меню и инициализирую страничку, ну, нужные члены для странички Settings. Что такое Settings? Вот здесь вините, я M из Active делаю True. Ну, вот, смотрите, так как у меня с High Level будет False, то при следующем Handle Keyboard, вот это у меня будет False. И если это False, то, вот смотрите, я перехожу сюда и смотрю, если это Current Item, а Current Item это Settings, значит, я вызываю для Settings Handle Keyboard. То есть, перед этим я для Settings вызвал функцию Init. Вот, 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 сейчас, Process, Process где-то было. Вот, Change State, вот, для, 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 для Settings и Init, то есть, проинициализировал. Дальше, конечно же, будет вызываться функция Process для, 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 для страницы настроек и функция отрисовки. Где у нас функция, вот, отрисовка тоже. Если у меня верхний уровень, то я пробегаюсь и отрисовываю все эти итемы. Если же это не верхний уровень, то я смотрю, если это Settings, то я вызываю у функции Settings Draw. Так вот, вот здесь все практически то же самое. Обрабатываю клавиши, если это Escape, то я говорю, что страницы неактивные, соответственно, там на уровне выше это произойдет обработка и будет рисоваться основное меню. Если же я нажимаю кнопку вниз-вверх, то опять-таки проигрываю звуковой эффект. Делаю Unselect, потому что у меня там, как вы заметили, здесь просто-таки текст, а здесь у меня один текст и здесь второй текст. И нужно правильно сделать Unselect этого и Unselect этого. То есть, они так, грубо говоря, структурно не связаны. Визуально, да, они находятся на одной линии. Вот, здесь аналогично это все делается. Дальше, если я нажимаю правую кнопку, правую кнопку, то я смотрю, на каком сейчас выбор. И если это Audio Level, то я устанавливаю следующий уровень. Устанавливаю для уровень громкости. Вот, и проигрываю звуковой эффект. Вот, Set Audio Volume. Что такое Audio Volume? У меня есть Dynamo Audio Levels. И в котором просто у меня от 0 до 100%. Но, звук же у нас от 0 до 128, значит 0 у нас соответствует нулю. 10% соответствует 12,8. 20% соответствует 12,8 плюс 12,8 и так далее. Соответственно, для этого у меня написана такая функция. И я, сейчас, давайте я сюда перейду. Вот, Audio Level to Int. То есть я перевожу вот это перечисление в реальное интовое значение. И давайте посмотрим сюда. Вот я сюда передаю. Я смотрю, если это 0, значит это соответствует Int to 0. Если это 10, то это 12,8. Но, если округлить, то будет 13. И так дальше до 128. Вот, то есть вот таким вот образом я устанавливаю. Вот, что еще тут? Ну, текстур, текст это уже было в предыдущем. Поэтому здесь особо разбирать нечего. То есть, на самом деле, если здесь внимательно посмотрите, то тут ничего сложного нет. Так, сколько времени я пишу? Где тут АБС, она показывает или нет? Ого, 23 минуты. Короче, 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 короче. Попробуйте сделать что-нибудь тоже свое меню какое-то. И вот так вот шаг за шагом мы будем изучать SDL. То есть, как вы видите, здесь уже не просто копирование, пересказ того, что есть у Lazy. А здесь это уже немного больше. Вот. То есть, по основным вещам я вам рассказал. Ну, конечно же, надо не забывать очищать ресурсы. А вот, вызывать Mix Free Chunk и Mix Free Music. Вот. Это надо не забывать. А в целом, в целом, проигрывание звуковых эффектов, ничего сложного нет. Тут у меня есть за комментарий на это я пробовал музыку, где загрузить как Chunk. Load Wow, да? Не Load Mousse, а Load Wow. И ставил бесконечное, ну, типа, бесконечное проигрывание. В принципе, все было нормально. Но дело в том, что запаузить нельзя было. Вот. Поэтому я решил использовать музыку. Вот. Ну, в принципе, думаю, все. То есть, то есть, то есть, не забыли. Мы прошлись по звуку, по уровням звука, по тому, по Chunk'ам и по музыке. Но это я, наверное, сейчас больше для себя говорю. Вот. На паузу поставить не могу, потому что в OBS-ке на паузу не ставится. Здесь только останавливать можно. Вот. В принципе, если будет время и будут подписчики на патреоне увеличиваться, к примеру, то, конечно же, с каждым разом можно будет вот так вот постепенно делать какой-то проект. Шаг за шагом что-то изучать. И вот на таких вот меню, после меню добавить загрузку, сохранение и т.д. и т.п. Но это все вы можете делать сами. Чтобы они делать не смотреть так, как я это делал, а непосредственно для себя. А, вот. Что тут еще нового? Это, наверное, то, что здесь русский шрифт используется. И, 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 вот, U8. То есть, файл должен быть сохранен в кодировке UTF-8. Вы пишете U8, переключаетесь на русский язык. И, 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 конечно же, шрифт у вас должен поддерживать русский язык. То есть, там должны быть русские символы. Вот, соответственно, U8 говорит, что это UTF-8. Вы спокойно можете писать на русском, там, украинском, ну, не знаю, на, на любом, в принципе, языке. Вот, самое главное, чтобы ваш шрифт это поддерживал. Потому что шрифты есть поддерживать только английский. Там нет русских, там, украинских, белорусских, может быть, грузинских символов и т.д. и т.п. Вот. Ну, в целом, в принципе, все. Все это есть на GitHub. Поэтому, поэтому, если есть вопросы, пишите. Ну, надеюсь, что-то новое вы узнали. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok